Пермская лениниана. Серия редких и необычных портретов Владимира Ульянова Ленина хранится в Пермском краеведческом музее. Некоторые из них до сих пор нигде не выставлялись. Накануне дня рождения вождя мирового пролетариата уникальные артефакты показали нашей съемочной группе, рассказывает Юлия Зыкова. Всегда живой, всегда с тобой. О Ленине слагали песни и поэмы, а позже сочиняли анекдоты. Образ организатора революции 1917 года и основателя советского государства стал одним из самых живучих в искусстве. Мало кто помнит, что первым в кино Владимира Ульянова сыграл не профессиональный актер, а рабочий из Лысьвы. Для съемок немого фильма «Октябрь» искали человека, внешне похожего на Ленина. Двойник был найден в Пермской области. Рабочий металлургического завода Василий Никандров к роли отнесся ответственно. Постарался достоверно изобразить своего персонажа на экране и заложил традиции исполнения этой роли на десятилетия вперед. Хотя поэт Владимир Маяковский тогда съязвил, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него. Со временем образ вождя стали воплощать не только в скульптуре и живописи, но даже в прикладном искусстве. В Краеведческом музее показали самые необычные портреты Ильича. Этот Ленин совершенно уникальный. Наверное, по крайней мере на сегодняшний день в наших фондах. Это Ленин из меха. То есть выполнен он в технике меховой мозаики, когда все детали вырезаются и соединяются в стык. Этому изделию почти полвека. Подарок городу Перми от кировчан. Ленин выполнен из цегейки и мутона. Необычный портрет до сих пор мало кто видел. Так же, как и эти изделия, привезенные в наш город из Китая в начале 60-х годов. В портретной галерее восточных революционных лидеров присутствует и Ульянов Ленин. Это жикардовое ткачество. Здесь, если внимательно посмотреть, можно обратить внимание, что немножко черты все-таки не совсем привычные нам ленинские, а немножко такие адаптированные к китайской действительности. Болезненный вид, тяжелая задумчивость. Абсолютно неканонический портрет Ленина был написан полвека назад, в год юбилея революции. Пермский мастер Петр Аборин пошел тогда против правил и картину выставлять запретили. В этой картине интересно именно то, что художник подошел к вопросу неформально, что он пытался за этой мумифицированной уже фигурой разглядеть личность. Мы видим вождя, который страну поставил на путь, в общем-то, не только каких-то совершений и подвигов, но и огромных страданий. И вот они, эти страдания, в этой картине отразились. Отношения к Владимиру Ленину разные, но одна традиция советских времен все же осталась проводить накануне дня его рождения, субботники, общегородскую уборку территории. Вот и в этот раз массовая акция намечена на 21 апреля. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.